Я вслед за Владимиром Васильевичем должен тоже поблагодарить организаторов и тоже признаться, что я совершенно не знаю людей в аудитории, поэтому я испытываю страх. Мне кажется, что страх, о котором заявил Владимир Васильевич, он был немножко лукавый такой, но после его выступления, значит, мой страх, соответственно, увеличен. Но я тоже расскажу про революцию, и это будет микробиология, поэтому революция у нас маленькая, но последствия очень значительные. Точно так же, как развитие предыдущей революции, на мой взгляд, было связано с развитием методов планирования рекомендантных ДНК, откуда, собственно, произошла и история с геномом человека, и история с молекулярной плагинеей, которая перевернула какие-то представления, которые были у зоологов, которые не ученые. А я расскажу про другую революцию, которая происходит сейчас, здесь и сейчас, в основном, правда, не здесь. И она, по-видимому, приведет к революции в молекулярной медицине. При этом, кроме чисто технологических прорывов, есть, безусловно, фундаментальные вопросы, поэтому я сначала расскажу о самой системе и затрону некоторые фундаментальные вопросы, связанные с этой системой. Называется она CRISPR-Cas, система бурт-реальной иммуности. Потом чуть-чуть скажу про технологию, это то, что, возможно, вам будет более интересно, но, в сущности, технология привиальная. Если знаешь, что делать, дальше все понятно. А потом еще чуть-чуть скажу про эволюцию. Да, и вот здесь нарисованы места, в которых я служу. Это, значит, вот есть Академия наук, это Институт ВАКСМР США в РАЗБРС, в Университете. Это Сколтех, это здесь у вас где-то через дорогу, это Санкт-Петербургский Плитехнический институт. И я буду рассказывать про адаптивную систему, которая называется CRISPR-Cas, и про то, что это такое. Чтобы поместить все это в некий контекст, я начну с цитаты Барба, который когда-то сказал, что весь мир – это сцена. Дальше идет некая английская шутка. Другой ученый, Роджер Хендрикс из Питерского института ВАКСМР, сказал, что на самом деле весь мир – это факт, и он, по-видимому, ближе к истине, чем был Шекспир. Значит, что имеется в виду? На нашей планете обитает порядка 10-31 фаговых чисел. Это очень много. Это действительно огромное совершенно количество. В частности, бактериофаги, которые являются облигатыми паразитами бактерий, они чисто количественно превосходят число бактерий, которые, по-видимому, есть на земле не менее чем 10 раз. Вот здесь показаны какие-то фотографии бактериофагов. Они глобально распространены по всему миру, они исключительно разнообразны. Все разнообразие всех позвоночных и беспозвоночных не идет ни в какое сравнение, в подметке не годится с реальным молекулярным разнообразием, которое демонстрируют вирусы и бактерии. Но и все это, конечно, приводит к тому, что эти самые бактериофаги, которые в сущности действительно замечательные машины по убиванию вирусов, должны были бы всех бактерий или чуть более широко прокариот просто изничтожить, чего, конечно же, не произошло, потому что у бактерий есть системы защиты от бактериофагов, и они самые разные. Есть, например, чисто блокирование связывания вирусов с бактериальными клетками, есть системы, которые не позволяют ДНК или геному вируса, или муклиновым кислотам вируса войти в зараженную клетку, есть плохо понятые системы так называемой абортивной инфекции, есть системы рестрикции модификации, исследование которых позволило в середине 70-х годов ввести в виход молекулярное клонирование со всеми вытекающими последствиями для фронтептической и технологической промышленности медицины. Я сегодня буду говорить про относительно новые системы ХИСПРКС. Они были открыты чуть больше 10 лет назад, и сейчас удивительно, что их не открыли раньше, потому что понятно, что не менее 50% всех эобактерий, настоящих бактерий, и 100% всех архей — это представители третьего царства. Бакариоты, прокариоты и архей. То есть наши существа маленькие, но мы говорим про большие царства. Так вот, у 100% архей КРИСПРКС-системы присутствуют. Что это такое? Здесь схематически показана граница некой прокариотической клетки. КРИСПР — это сокращение, пластированные, регулярно разделенные, короткие полиндромные повторы. КАС — это просто гены, которые ассоциированы с КРИСПРами. Структура КРИСПРКС-локусов ДНК показана здесь. Здесь нарисована схематическая ДНК. И вот этот участок называется КРИСПРКС-системы. Участок имеет следующую структуру. В нем имеются генетичные повторы. Длина повторов может отличаться в разных организмах, от 20 до 20 нуклеотитов, они полиндромные. То есть АРОЗа упала на лапу АЗОРа, самые комплементарные участки ДНК. Они здесь показаны ромбиками. И разделены повторы с КРИСПРами. КРИСПРКС-системы имеют различную длину, тоже от 20 до 40 нуклеотитов, это ДНК. При этом КРИСПРКС-системы имеют различающиеся последовательности. Такого рода лопусы, вот эти КРИСПРКС-системы встречаются, могут иметь разную длину. При этом надо понимать, что сами повторы и, конечно же, спейсы в разных организмах разные. Чемпионом на сегодняшний момент, по-моему, является какая-то АРХЕЯ, у которой 300 спейсеров. Здесь показаны КАЗ-гены, и они кодируют те самые КАЗ-белки, которые необходимы для функционирования системы. Всю функцию системы можно разбить на несколько этапов. Первый этап называется КРИСПР-адаптация, он показан схематически на этой картинке. Представьте себе, что вирус присоединился к клетке, он ее заразил. Происходит инъекция вирусного генетического материала внутрь клетки, в данном случае это дезоксирибно-клиновая кислота. Оказывается, что под действием двух духов, зеленого и голубого, кодируемых КАЗ-генами, происходит процесс, в ходе которого короткие фрагменты вирусной ДНК выщепляются из этой вирусной ДНК и вставляются в кассету. Видите, вот сейчас у вас в кассете 1, 2, 3, 4, 5 спейсеров, а вот стало 6. Появился еще одна копия-павтора. Участок синей ДНК вируса был выхвачен и вставлен в кассету. Надо понимать, что это участок короткий. Мы говорим о 20-40 муклеотитах спейсера, а геном вируса это, скорее всего, тысячи или десятки тысяч оснований. Эта стадия называется криспер-адаптация. Происходит интеграция новых спейсеров в кассету. Следующей стадией процесса является биогенез криспер-РНК или защитных РНК. Когда я вам про это рассказываю, очень полезно думать про это в терминах нашего собственного иммунитета. Я фактически вам сейчас расскажу про иммунитет, который основан не на антителах, а на ригеноклинах и кислотах. Киспер-кассета транскрибируется, образуется такой транскрипт, который содержит участки спейсерные, и вот эти полиндромные последовательности повторов, они образуют вот такие шпильки. Затем происходит процессинг, и в результате этого процессинга, неважно, как он происходит в клетке, образуется набор коротких РНК длиной от 60 до 80 муклеотитов. И эти РНК имеют следующую структуру. В центре находится спейсер, естественно, будет находиться только тот спейсер, который закодирован в кассете. А по краям планкирующие последовательности спейсера будут представлены фрагментами повторов. Это будут наши антитела с вариабельной и с константной частью. Только это не белковый иммунитет, а иммунитет, сделанный на глиновой кислотах. Как работают эти антитела? Работают они на стадии, которая называется киспер-интерференции. Это, собственно, та самая стадия, на которой происходит защита клетки от поражения вирусом или более широко любым мобильным генетическим элементом. В клетке существует комплекс, состоящий из различных касс-белков, нам в данном случае это не важно, продуктов касс-генов, и содержащий одну из имеющихся в клетке защитных РНК. При попадании в клетку вирусной чужеродной ДНК происходит сканирование этой ДНК, например, наличие участков, которые комплементарны спейсеру, одному из спейсеров киспер-интерференции. Если таковой участок обнаруживается, образуется за счет комплементарных взаимодействий между спейсерной частью защитной РНК и вот этой мишенью, образуется вот такой комплекс, и этот комплекс может быть уничтожен. Как он уничтожится, я скажу вам через минуту, но уже на этой стадии у вас должно что-то такое внутреннее чувство протеста возникнуть, потому что если такой комплекс означает, что вот эта ДНК будет убита, вы сразу же должны понять, что первонаперво клетка должна убить себя, так же, как у нас, должна возникнуть опринуменная реакция. Почему? Потому что наилучшей мишенью для этой киспер-интерференции, для этого защитного комплекса, будет тот самый спейсер, который уже находится в косите. Вот этого не происходит, то есть есть здесь защита от дурака, оказывается необходимым условием распознавания своего и чужого и отличения от одного другого является не только наличие комплементарности между мишенью и спейсером, но еще дополнительного участка, который у нас в Даргоне называют панк, про-распейсер-адjacent мотив, мотив, связанный с фотоспейсером. Он очень короткий, 2-3 наприотида достаточно. Очевидно совершенно, что тот участок ДНК, который примыкает к спейсеру в повторе, это не панк, это полный антипанк, иначе у вас будет оптоиммунная реакция. После того, как такой комплекс образовался, дополнительные КАС-белки или непосредственные белки, состоящие в этом комплексе, физически уничтожают ДНК-мишень. Вот здесь вопрос. Понятно, что это приводит к излучению клетки и защиту ее от заражения вирусом. Да, надо понимать, что адаптационный модуль, вот этот зеленый генокодируемый, зеленый и синий генокодируемый, и интерференционный, защитный модуль, выясняется, что они совершенно независимы. Эти две машинели и могут работать в без всякой связи друг с другом. Так работает, и это работает просто адаптация. А может, если убрать вот эти гены, то будет работать только интерференция. Хотя очевидно, что каким-то образом нужно вставить список, иначе вся система будет бессмысленна. Ну и некоторыми информатиками-эволюционистами, очень глубокими эволюционистами типа Жени Кунина, сейчас предлагается некая модель эволюционного возникновения таких крисп-систем, которая связана на генном уровне с какой-то агломерацией или соединением двух несвязанных исходных систем. Система, которая занята просто накачкой ДНК внутрь кассет, неважно по каким причинам, и система, которая почему-то может использовать нуклеиновые кислоты для узнавания других нуклеиновых кислот, это очень просто, и уничтожение их. Концентно они создают вот такую систему адаптивной иммунности. Такого рода система, в принципе, позволяет вам задуматься о довольно важном вопросе, в собственно, единственном вопросе, который важен в биологии, наверное, особенно очень программатическую историю этого вопроса в нашей стране, это какая вообще, говоря, эволюция? Она Дарвиновская или Ламарковская? Вопрос представляется довольно важным, а на уровне генов мы рассматриваем такую ситуацию. Дарвиновская эволюция представляет, что в результате случайных рандомных воздействий, мутогенеза практически, возникают в генах мутации, гены здесь показаны стрелками, мутации показаны вот такими вертикальными линиями, и эти мутации возникают без всякой связи с их потенциальной пользой или вредом. Они возникают просто потому, что ошибки при репликации возникают, или при репарации ДНК. Затем у вас есть некоторая сита отбора, и в результате этого отбора только те мутации, которые хотя бы не вредны, а еще лучше полезны, они передаются к потомству. Это типичный такой дарвиновский сценарий. Ламарковский сценарий говорит о том, что есть некая специальная машина внутри клетки, некое устройство, некий девайс, гаджет, который в результате изменения внешних условий направленно отвечает созданием специальных мутаций тех, которые нужны здесь и сейчас. Это адаптация, а это случайная мутагенеза. Очевидно, что вопрос был решен в пользу вот такого процесса. И в случае микробов этот вопрос был решен еще в 43-м году опытами Люри и Дельбюха в так называемом функционном тесте. Это тот опыт, который показал, что у бактерий гены есть, эти гены эволюционируют по Дарвину, и вся молекулярная биология, и вообще все, что сейчас есть из того, что стоит знать, пока не создают основу, я не буду так говорить, нашего знания о жизни, оно построено на самом деле вот на этом простейшем опыте. А именно, если вы возьмете чашку Петри и на чашку Петри густо засадите вирус, бактериопат бактерий, специфичных бактерий под названием кишечная палочка, они использовали именно эту бактерию, затем густо нанесете на эту чашку с вирусами бактерий, чувствительные к нему, то, конечно же, все бактерии погибнут. Однако при достаточной инкубации, при достаточном количестве бактерий, которые будут внесены на эту чашку, вы всегда увидите некоторое количество колоний, образовавшиеся в результате деления тех немногих клеток, которые оказались к вирусу устойчивыми. Вот возникает вопрос, почему эти клетки стали устойчивыми. Можно показать, что это наследуемое свойство. Это просто показать. Ну и дарвиновские и адаптационные механизмы, они приводят к разным статистикам. Результаты показаны здесь. Представьте себе, что мы делаем вот тот самый опыт по высиву бактерий на чашку с вирусом, на селекционную среду. Теперь вы смотрите на чашку вдоль ее, в разрезе. Представьте, что у вас есть клетки синие, клетки дикого типа, чувствительные к вирусу. И пусть у вас каждая клетка делится 4 раза, образуется у вас, как следствие, 8 клеток, которые вы высеваете на эту среду, и пусть у вас в среднем 2 клетки становятся устойчивыми. К вирусу меняют свойства, становятся и синие, и красные. В случае индуцированной мутации, вы каждый раз повторяете такой опыт, вы высеваете одинаковое количество клеток, которые потом как-то там, ежа-сестараясь адаптировать вот такое торжество чистой воли, у вас возникает в среднем вот эти самые 2 выживших индивидуума. В случае спонтанных механизмов, вы должны предположить, что мутации могут возникнуть как очень рано, не в связи с пользой, так и вообще не возникнуть. В результате у вас возникает совершенно другая статистика образования измененных форм. В этих двух опытов было сделано 4 по 8 клеток высева, и получилось всего 8 устойчивых вариантов. Но здесь они распределены по плацону, а здесь совершенно другая, так называемая, бельблюковая статистика. Именно ее так и наблюдали авторы, после чего был сделан вывод о том, что индуцированной мутации нет. И центральная дробно-молекулярная биология и все остальное в конечном счете основано на этом опыте. Индивидимым образом выясняется, что кризис-показ-система, конечно же, работает нет. Собственно, эти опыты были исходно сделаны в компании Дониска. Это опыты, которые действительно делались в компаниях, а не в университетах. Тот же самый опыт, только вместо бактерий используются кишечные палочки, используются лактобактерии. Это было связано просто с спецификой этой компании. Они занимаются производством стартовых культур для молочной промышленности. Здесь показаны схематические кризис-кассеты вот этих бактерий, которые здесь чувствительны. Выясняется, что бактерии, конечно, как и должен, умирают от вируса. Этот вирус специфичен к этим бактериям. Но те клоны, которые выросли здесь, оказывается, у них произошло увеличение кризис-кассеты. Вот показан новый спейсер, новый повтор. Или такой, или такой. Существенно то, что все эти новые спейсеры из геномов вируса. Ну, собственно говоря, я тоже вам показал. Но важно больше, что, конечно, в таком случае наследования спонтанных мутаций говорится не приходится. Очевидно, что это индуцированные мутации просто потому, что, чтобы перехватить кусочек вирусной ДНК и вставить в себя кассету, нужно как минимум с вирусом столкнуться. Очевидно, что это индуцированный мутагенез. Это, казалось бы, ламарховское наследование. И интересно думать про то, насколько шапками могут быть основания многих из тех опытов, с которыми мы выросли, и которых нас учили в школе или в университете. Ведь если бы Люрия Бельбрюк взяли не кишечную палочку для своих опытов, а взяли лакобациллу, которая, конечно же, тоже широко распространена была, как тогда, так и сейчас, то они бы, вообще говоря, пришли бы вот к такому результату, что в условиях 40-х годов и наступления на сцены в России, интересно думать, чем я это могу закрутить. Я хотел бы вот на этом остановиться. Сейчас покажу какие-то результаты, полученные в нашей лаборатории, суть, которая будет сводиться к тому, что все-таки Дарвин прав. Значит, у нас есть система, с помощью которой мы изучаем адаптацию, то есть вставлив происхождение новых спейсеров кишечной палочке. И в качестве вируса используется вирус, классический вирус под названием М-13. Здесь показана структура крис-кослокс и бактерий. Мы заражаем эти бактерии вирусом, и мы надеемся, что у нас будут устойчивые к вирусу формы, и мы также надеемся, что если такие формы будут, то произойдет экспансия кассет. Опыт, казалось бы, такой же, как делали юрии вирусы, там немножко налифицированные клетки, я не буду про это говорить. Здесь показан результатный анализ, из 300 колоний, которые выжили в результате такого заражения, лишь у 13 колоний произошла экспансия увеличения длины крис-кассеты, и при этом лишь 9 из них приобрели спейсеры из вирусной ДНК, а некоторые приобрели спейсеры из хозяйственной ДНК. В общем, возникает вопрос, как они после этого живут. В общем, этот опыт понятность. У вас есть клетки чувствительные к вирусу, у этих клеток нет спейсеров к этому вирусу, и они им заражаются. И вы хотите отобрать устойчивых, устойчивые клетки и посмотреть, что произошло. Правильный опыт. Я работаю с Колковским институтом науки и технологии, где у нас очень много студентов. И студентов иметь в лаборатории совершенно замечательно, потому что они делают иногда опыты, которые делать не надо. Конкретно девушка, которая делает опыт, она, возможно, из-за того, что мы просто любим ставить цепные племиразные реакции, вот эти все 300 клонов она анализирует на увеличение длины кассеты. Она также поставила вот такой опыт. Она взяла клетки, в которой генно-инженерным способом был введен спейсер, видите, вот здесь, который специфичен к вирусу. Такие клетки по определению устойчивы к вирусу, потому что у этих клеток есть защитная КСПРНК. Она заразила эти клетки вирусами. Но вопрос, когда мы увидели результаты, зачем ты это сделала, она ответить, конечно же, не могла. Но потому что этот опыт бессмыслен. С любой нормальной точки зрения он бессмыслен. Зачем заражать устойчивые к вирусу клетки вирусами? Но, тем не менее, она его сделала, и результат показан здесь. Из 300 клонов, на которые она посмотрела на предмет увеличения кассеты после того, как выжили клетки, зараженные вирусом, которым они устойчивы, 230 приобрели спейсеры из вируса. Другие какие? Видите здесь? Здесь на порядок разница. И в процессе многие приобрели несколько спейсеров. Значит, вообще говоря, это по-видимому означает, что если у клетки есть возможность каким-то образом возбудителя инфекции узнать, вот за счет вот этого спейсера, то почему-то она начинает приобретать еще и еще. Мы называем это прайвингом, можно назвать это, что богатые становятся богаче. Вы уже устойчивы, но почему-то вы хотите еще стать более устойчивым. С другой стороны, если вы чувствительны к вирусу, и вам имеет смысл стать более устойчивым, да, вы почему-то этого не делаете. Или, по крайней мере, конкретные кишечные палочки выживают в основном, 287 из 13, выжили за счет включения каких-то других механизмов устойчивости. Что здесь происходит? И вообще, что происходит при инфекции устойчивых вирусов? Или по-другому, какие вирусы в итоге оказываются в той культуре, в которой произошло заражение? Видите, вот у нас вирус дикого типа, он заражает наши клетки, которые к нему устойчивы. И выясняется, что если посмотреть на вирусное потомство, все это вирусное потомство изменено. Видите, вот здесь такие бухты, такие, да? Во всех этих вирусах, здесь помечены красные точки, произошли мутации, которые внесли изменения в то самое место, которое узнается защитный Криспор-НК. Это мы думали, что мы заражаем вирусами дикого типа, а на самом-то деле вирусное потомство оказалось измененным. Но раз оно измененное, такого рода изменения делают клетки исходно устойчивые, чувствительные к вирусу. И тогда у нас возникает идея, что по-видимому клетки отвечают включением дополнительных спейсеров в Криспор-кассеты, именно потому, что они каким-то образом узнают вируса измененного. И тогда им есть смысл это делать. Здесь показан некий генетический опыт, который действительно говорит, я не буду в него вдаваться, что да, вот такие вирусы напрямую и мгновенно вызывают вставление нового генетического материала в кассету. А такой вирус нет. Вот, соответственно, в рот таких вирусов, мы называем их вирусы-эскаписты. Это вирусы, которые приобрели мутации, которые нарушили узнавание Крисп-системы. Еще раз, точечной мутации в месте узнавания достаточно для того, чтобы узнавание не происходило. Ну, в принципе. Узнавание в смысле интерференции, в смысле борьбы с вирусом не происходит. Но происходит какое-то другое узнавание, какая-то такая молекулярная память. Вы что-то такое смутно вспоминаете, убить вы это не можете, но хотя бы вы можете распознать это как чужеродную ДНК и вставлять новые участки из этой ДНК себе в геном. Вот здесь показана схема, я просто сразу перейду к конечной схеме. Того, как мы сейчас считаем это происходит, это некое соотношение с врожденным и адаптивным иммунитетом то, как это делает бактерия. Мы рассматриваем клетку, которая заражается вирусом, у вируса синяя ДНК, а у бактерии коричневая ДНК. Крисп-системы вируса не имеет спейсера, позволяющий эту вирусную ДНК в универсу. Очевидно совершенно, что в таком случае клетка должна сдохнуть, потому что произойдет инфекция. И, несмотря на то, что у нее есть эти кастбелки, нет защитных комплексов и происходит производство вирусного посольства, клетка умирает. Но, каким-то образом, и мы совершенно никто не знают, как, вот эти белки, ответственные за вставление новых спейсеров, активируются в зараженных клетках. Мы не знаем, почему. Но они активируются, безусловно. Это какой-то такой общий соцсигнал. Клетка, в общем понимает, что ей жизнь осталась недолго и это активируется. Приводит это вот к чему. Такая система, она, в общем-то, бессмысленная и бесполезная и не направленная. Эта система, эти белки, этот модуль, ответственен просто за вставление новых кусочков ДНК в кассету. Большинство такой ДНК будет, конечно же, хозяйской, коричневой, потому что размер генома бактерий на порядке, на десятке, на два-три порядка, три порядка, как минимум, больше генома вируса. Поэтому в основном такая вставка будет из хозяйской ДНК. К чему это приведет? Это приведет к смерти клетки, потому что мало того, что клетка заражена, она еще получит комплексы с защитной РНК, которая будет узнавать ДНК клетки и убивать ее. Плохо это или хорошо? На самом-то деле это хорошо с точки зрения популяции, потому что зараженная клетка в поклональной популяции в артерии является опасностью. Она будет сниграться источником вирусов, которые размножатся и убьют всю популяцию. Так давайте просто убьем зараженные клетки. Все, кто вставили вот такие участки ДНК отсюда, убьются, и вирусы не произведутся. Иногда, очень редко, просто как счастливый билет в артерии, клетка сможет вставить правильный список, правильный из ДНК вируса. И тогда такая клетка стала устойчивой к вирусу. И теперь у нас имеется ситуация, когда если вирус такую клетку заражает, то образуется вот это узнавание защитных комплексов, вирусная ДНК разрушается, все, история окончилась. Казалось бы, это означает, что такие клетки теперь устойчивы к вирусу. На самом деле, совсем так. Дело в том, что и мы играем во всякие математические модели, это очень красиво видно. При исходном заражении большого количества вот таких наивных клеток вирусом всегда будут производиться мутантные вирусы. Видите, вот здесь они происходят. Вирусная репликация это в принципе неточный процесс. У вас возникает гигантское разнообразие различных генотипов вирусных. И некоторые из этих мутаций будут как раз находиться в районе узнавания. Это будет тот самый вирусоскопист. Если вирусоскопист заражает такие клетки, то на него эта система уже не действует. По определению, соответственно, будут производиться вирусные частицы, только измененные. Казалось бы, в этой игре клетка проиграла. На самом-то деле это не так. И вот эта система адаптивного иммунитета позволяет избежать такого рода финансов. Почему? Потому что на самом-то деле, когда вирус вот такого типа, эскопист, заходит в такую клетку, которая в принципе может вирус узнать, происходит вот что. Происходит некоторое остаточное узнавание мишени, и оно каким-то образом, я не буду говорить как, но мы знаем как, притягивает, активирует, направляет вот эти клетки, вот эту купую машину по вставлению любой ДНК в кассету, именно к этой чужеродной ДНК. И дальше у вас идет направленный множественный процесс вставления многих спейсеров специфически из вирусной ДНК в кассету. Клетка стала, приобрела множественную устойчивость. Это, знаете, как вакцинация исходная с последующим сильным адаптивным ответом ВК. Такая клетка, вставив некоторое количество спейсеров к вирусу станет устойчивой наверняка, просто потому что, чтобы вирусу заразить такую клетку со многими спейсерами, ему придется получить множество мутаций, что почти наверняка придет к мутационной катастрофе и смерти. Так, я сейчас, значит, теперь вернемся вот к этому вопросу, который волнует все прогрессивное человечество. Все-таки, что мы имеем здесь? Даргеновскую или Ламарковскую валюту? Утверждение такое, что то, что я вам сейчас рассказал, на мой взгляд, показывает необходимостью, адаптации и системы адаптации к эспас-системам, она и накажущаяся. Почему? Потому что исходный этап это, безусловно, бросание костей, несмотря на то, что вот Эйнштейн говорил, что Бог не играет в кости, но Бог, который заведует жизнью, точно играет в кости. Происходит бросание костей и в некий локус, не везде, а только в один локус, по названию крис-кассета, набираются активно самые разные кусочки ДНК. Большинство этих кусочков ДНК оказывается как-то таки токсичными, что само по себе неплохо в условиях заражения, потому что клетка проходит через такую ртуистическую смерть и культуре, и фрекуляции в целом хорошо. Но некоторые из таких подбрасываний костей оказываются выгодными в том смысле, что вы сделали правильный вывод, взяли выбор, взяли то, что надо, а теперь, когда вы уже можете вируса узнавать, ну хоть как-то, дальше потом работает вот такой механизм, но исходный посыл, исходный процесс, всегда, безусловно, дарвиновский. А если вы можете узнать избудителя, если у вас уже есть какое-то существующее знание, то дальше никакого ламарковского процесса нету на самом деле. Соответственно, у меня есть небольшое общее правило, я не знаю, насколько у нас физиология, пусть физиология и все эти отношения, но мне кажется, что любой ламарковский процесс в природе это чеширский код, то есть таманка. Всякий раз, когда вы почему-то видите что-то, что кажется вам ламарковским, наверняка за всем этим скрывается конечно же Далин, потому что наверняка там будет что-то забавное. Так, так как опять же я не знал, какая будет аудитория, я сейчас пролистну некоторое количество слайдов и хочу вам показать, зачем все это нужно. Или почему, собственно говоря, все так из-за этого сейчас радуются. У меня здесь были уравнения. Я не знаю, используют ли физиологию уравнения недавно в классе, это же очень хороший журнал, была статья, где математики доказали абсолютно научно, что использование одного уравнения в биологической статье снижает цитируемость на 30%. Использование двух уравнений снижает это 30 на 30. Понятно, там идет вот такая зависимость. У меня здесь было четыре уравнения. Но они имеют какое-то отношение к природе вещей. Но я это прохищу. Значит, Владимир Васильевич вам говорил про то, как он не понимает, как могут независимо возникнуть ножки, ручки. Вот он говорит, что не может быть, что они много раз возникают. Они должны были возникнуть один раз, потому что мы как иначе. может быть. Крисп-касс-системы сейчас очень активно изучаются, и они, в частности, изучают обложения Курлин в ННХ, и они не монофилитичны. Они совершенно очевидно возникали много раз. За одним лишь исключением. Вот этот модуль, ответственный за адаптацию, он у всех этих крисп-касс-система один. А модуль, ответственный за интерференцию, разный. Они много раз возникают. И весь кипиш в связи с практическим использованием этого дела и той революции, которая идет, связан с системами второго типа, в которых есть лишь один, но очень большой билок, который связывает защитный эквист ПРНК, узнает мишель и раскусывает ее. Это просто потому, что он простой. Вот мы, например, до сих пор изучали системы такого типа, первого класса. Видите, здесь много класс генов, много класс белков. Сложные комплексы, сложная биохимия, сложная молекулярная биология. Никто не хочет сложности всех этой простоты. Один большой белок, который делает все, что делают эти манки. Эволюционно здесь нет никакого родства. Вот. Сумасшедшая крисповая причина его показана здесь. Что фактически произошло при изучении фундаментальных аспектов крис-касс-системы защитного действия? Было показано, что если некий белок, касс-белок, зарядить некой РНК, причем это РНК имеет участок, который произошел из вируса, из генетического паразита, то за счет специфического взаимодействия комплементарного лоцин-криковского между спейсерной частью РНК и мишенью при наличии ПАМа произойдет специфическое узнавание о мишени и расщеплении ее. На самом деле произойдет исходное, просто грузопочечный распуск будет ведет РНК, как показано здесь. Казалось бы, маленький шаг, но он было очень сложно сделать тем людям, которые занимаются фундаментальными исследованиями. Нужно было просто забыть про линусы. Это очень похоже на то, я очень люблю книжку Фейна на его учебнике физики, где он все время говорит, теперь давайте у него педагогический такой метод, давайте мы дойдем в сторону и обобщим. Вот здесь произошло ровно то же самое. Был задан вопрос, а при чем здесь вообще вирус? Они взяли нам просто сделать программируемый белок, либо нуклеиновый комплекс, протеиновый комплекс, который будет узнавать любую ДНК. Давайте вот эту РНК, вот у нас участок повтора, да пусть у нас спейсер будет не из вируса, а пусть у нас будет вообще какой-то участок ДНК здесь. Не сможет ли быть так, что такой либо протеиновый комплекс будет наводиться узнавать программируемого тот участок ДНК, который соответствует спейсеру? Оказалось, что это так. В опытах инвитра и инвила было показано, что происходит ровно вот это самое. Более того, бактериальный белок, который бактерии используют для борьбы с вирусами, может быть введен в биопериотические клетки в самом разном способе. Напрямую белок, белок может быть введен в виде гена, в виде РНК, совершенно не важно. И при наличии соответствующей РНК, такой белок, заряженный от РНК, может узнать место, соответствующее этой РНК в геноме. Например, человек. А после этого при наличии ПАУ-участка будет произведен расход. И что дальше? Надо сказать, что расход будет специфическим, ведь у нас участок узнавания здесь как минимум 20 нуклеотитов. Можно показать, что даже при геноме, при длине генома, как у нас, 3 миллиарда на габлое для генома, участок длиной 20 нуклеотитов, слово последовательное длиной 20 нуклеотитов скорее всего будет уникальным. Следовательно, в принципе, у нас появляется возможность адресно доставлять эндонуклеазу, молекулярные ножницы, в общем-то, к любому месту нашего генома. В этом вся революция. Больше ничего нет. Все началось с фагов, но это очень важно. Почему? Потому что, если вы можете что-то куда-то доставить в геноме и раскусить это что-то, дальше крепко сама знает, что делать. В ходе эволюции тех самых 4 миллиарда крепко, которые, как говорит Владимир Васильевич, жизнь научила бороться, научилась бороться с разрывами ДНК. Потому что это нечто, что происходит часто, и если вы не умеете с этим бороться, то вас просто здесь не могут. Клетки умеют залечивать вот такие двуцепочечные раскусы и залечивают они двумя способами, в частности, пиротические клетки. Первое, они просто делают нечто под названием негомологичная рекомбинация, когда просто ай-яй, полный караул, и вот эти два конца соединяются абы-как. При этом, когда это происходит, как правило, соединение такое встык-стык неточное, происходят небольшие дирекции или инсеркции. Это с точки зрения клетки плохо, с точки зрения ученого это очень хорошо, потому что фактически вот сейчас у человека считается 20-25 тысяч генов, и для 90% из них мы понятия не имеем, какая у них функция. Но теперь с помощью вот такого рода программируемых машин можно узнать функцию любого гена, по крайней мере, на клетках. Все, что вам нужно сделать, это зарядить 25 тысячами РНК с участками, соответствующими каждой из генов. Вот такой редактор как бы сейчас называют, геномный редактор, ввести его в клетки, получить дирекцию, это будет называться макалу гена, и посмотреть, что станет с клеткой. Очевидно, что вы не будете делать все 25 тысяч, потому что это делается с помощью специальных библиотек химических, нуклеиновых, нуклеиновых кислотных. То есть делать это можно. Второй вариант выясняет, конечно же, наши геномы диплоидные, и в принципе кризис-пас-редактор можно организовать таким образом, что он внесет распуск в обе хромосомы, гомологичные места, гомологичные хромосомы. Или в одно, или в оба места. Представьте себе, что эти две хромосомы теперь почему-то отличаются. У вас есть аллели. Один аллель в одной хромосоме, другой в другой. Аллели отличаются по последовательности ДНК. Точность узнавания вот этой системы достаточно высока, так что наличие даже одного полиматфизма, одного несоответствия по длине вот этого участка узнавания достаточно для того, чтобы узнавалась одна последовательность, но не другая, и раскусывалась одна, но не другая. Как следствие, вы можете организовать процесс, когда будет раскусана только одна копия, а залечивание раскуса произойдет гемологичной рекомбинацией по другой копии. Или по специальному участку донорной ДНК с фланкирующими последовательностями, идентичными последовательностями фланкирующих факторов. Это позволяет вам делать НОКИН. НОКИН – это когда вы просто заменяете один аллель другим, или что-то в эти клетки. Там ничего не было, а вы туда били, захотели посмотреть. Это та самая, в частности, генная модификация, только теперь вы делаете направленную. Вы не делаете кукурузу, не в трансформации, как раньше, когда реально использовался при боях, а есть такая генная пушка, которая стреляет генами для растения проводов. А здесь это делается направленную туда, куда приходит. Вот есть масса других вариантов, которые здесь можно использовать. Вот эти здесь такие задвижки – это на самом деле катлетические центры этого белка, в которой и каждая здесь аминокислота находится, каждый, который в этих местах отвечает за раскус этой цепи и этой. Выясняется, что можно генетическим методом генной инженерии изменить эти аминокислотные остатки так, что раскусывание ДНК больше не произойдет. Но несмотря на то, что раскусывание ДНК больше не произойдет, функция узнавания, специфическая последовательность сохранится. Выясняется, что это так. Соответственно, тогда вы получаете просто некую молекулу, которая может узнавать любое место в ДНК, интересующее вас, но не может его кусать. Ну и это тоже хорошо. Например, вы можете таким образом наводить такие комплексы на промоутеры различных генов и понижать их экспрессию, что позволяет вам адресно спросить, к чему приведет понижение транскрипции гена А, В, С, Д и так далее. Ну и есть масса других вариантов. В общем, там, опять же, технология, на мой взгляд, довольно скучная, но точно так же, как с стейкдаза. Никто сейчас не радуется по поводу того, что есть каталог Нимон Бролапс, с которым фирмой ферменты, с абиссибензимом, где можно купить рестриктаз. Ну, это вот сейчас такой ранний период развития рестриктаза. Называется CRISPR-CRACE, везде работает, все прекрасно. Но не все прекрасно. Не все прекрасно потому, что есть проблемы с точностью. Проблема с точностью очень серьезная, и на самом-то деле, несмотря на то, что заявлено исходно, что эти системы, система второго типа и типовым белком класса, основным белком здесь называется блок КАЗ-9, мы просто это набираем. Несмотря на то, что она действительно довольно точная, она все-таки ошибается. Она делает раскурсы не там, где надо, и у вас всегда возникает проблема доказать того, что при вашей вот этой геномной хирургии вы сделали только то, что хотели, а не сделали того, что вы не хотели. И точность нужно каким-то образом повышать. Кроме того, есть проблема доставки. Эти белки очень большие, у них размер порядка 12-14, 1300-1400 аминокислотных остатков, соответствующие гены очень сложно поместить в различные векторы типа аденовирусов или лентивирусов, которые используются для доставки редакторов. Поэтому хотелось бы найти что-нибудь новенькое. Хотелось бы каким-то образом изменить вот этот редактор, сделать его более точным и более компактным. И люди работают, люди занимаются изучением структурно-функциональным анализом этого гена с кодированным им белкастом, чтобы получать различные версии. Мы пошли несколько другим путем. Опять же, это достоинство сполтех, где учатся самые странные люди на свете. И, в частности, вот этот результат, это работа молодого человека, который перед тем, как по вас сполтех, занимался администрированием в Яндексе и кончил вообще мифи. А Росунг Яндекс работает, он умеет писать скрипты и делать поисковики. Результат работы, который сделан вместе с Женей Куниным, человек нашел, его зовут Сергей Шмаков, он нашел три новых типа, принципиально новых типа крис-касс-систем первого класса. Я вам просто покажу, как он это делал. Я вам сказал, что вот эти белки, ответственные за адаптацию, в частности, продукт гена КС-1, наиболее консервативные. Во всех системах они есть. Другие гены могут быть разными, это сами консервативные. Соответственно, путем сравнения последовательности, кодированных гомологами таких белков, был создан некий профиль последовательности. И с помощью этого профиля происскавались все имеющиеся геномные, метагеномные базы прокривов. В результате был получен некий набор контиков, которые содержали хиты, попадания с этим профилем, а вокруг него было что-то еще. Вот это что-то еще было потом профильтровано. Единственное требование было, чтобы рядом с этим белком кандидата, геном кандидата КС-1, был большой белок. Большой, но не очень большой. Мы же ищем систему первого типа, где белки, в принципе, большие. Ну и там были некоторое количество итеракций, и были получены кандидаты. И здесь показан результат. Естественно, первонаперво мы нашли те самые кандидаты, которые содержали вот этот самый белок КС-9, ген, он находится здесь, который сейчас активно используется в редактировании. Но параллельно с этим нашлись некоторые локусы. Это геномные локусы из каких-то странных бактерий или из метагеномов, где у вас присутствуют гены, ответственные за адаптацию, или хотя бы один ген, а рядом какие-то другие крупные гены. Важным является то, что вот этот продукт этого гена, продукт этого гена, и продукт этого гена друг к другу не гомологичны и совсем не гомологичны вот этим известным уже генам, которые используются в редактировании. Может быть, это ошибка? Нет, не ошибка, потому что если мы откроем карты и посмотрим, что есть рядом с этими найденными нам последовательностями, рядом находится квест-локус. И, в общем, сейчас я тоже пропущу некий кусок, но хочу вам просто сказать, что выяснилось, что все эти системы оказаются экспериментально валидированными. У нас есть специальные методы, которые позволяют нам... В принципе, для информатики такое дело, они могут нам предсказать вам кучу всего, а потом вы всю остаток жизни своей проведете разбираясь с этими предсказаниями. Но в данном случае у нас действительно есть хороший парклайн, который позволяет нам эффективно и мультиплексно проверять вот эти предсказания и доказывать, что это, это или это действительно кодирует белок, который может узнавать мишени и что-то с ними делать. И многие из них оказываются меньше, некоторые из них оказываются более точными. И основная идея здесь вот какая, что, по-моему, не нужно делать вид, что вы умнее, чем природа. И, конечно, можно рациональный мозогенез вот такого рода редакторов известных как-то их улучшить. Но гораздо лучше просто обратиться к существующему георазнообразию и там найти варианты, которые могут быть вам почему-то полезными. Из интересного сейчас я это все пропущу и общаюсь потом уже давно. Одна из систем оказалась принципиально новой, это довольно забавно. C2-C2 это класс 2 и кандидат 2. Я вообще говорил, что Крисп-система это РНК-зависимая система ДНК-узнавания. Узнавание ДНК-специфическое уничтожение. А эта система, она недавно была опубликована, оказалась РНК-зависимой системой уничтожения РНК. Вот у вас есть ваш защитный комплекс, Крисп РНК, ваш белок, все как надо. Выясняется, что такой комплекс узнает только РНК. Не ДНК, а только РНК. А дальше происходит довольно забавное. Это является неким сигналом, вот какое узнавание, для того, чтобы этот комплекс слетел с катуши буквально. Само по себе это узнавание активирует РНК-зависимую активность этого комплекса, так что он начинает убивать всю РНК вокруг себя, не только мишень, а все подряд. Вот здесь это показано. Это некая абортивная система, опять же. Для клетки это полезно, потому что если вы зафиксировали наличие транскрипта какого-то вируса, то значит клетка пусть лучше умрет, но и вирус с ней. С точки зрения создания генных редакторов это полезно, или вернее технология, это полезно, потому что вы можете направлено в клетках и куриот, человека, мышки, кого угодно, и выключать всю транскрипцию, убивать все РНК в клетки. Например, можно себе представить, что если у вас есть некий транскрипт специфический для раковых клеток, то если вы могли организовать такое взаимодействие, то такая клетка гарантированно умрет, и не будет РНК. Последний кусочек, совсем маленький, я брошу технологию, но и убавлю. Я вам начал говорить про то, и название было про то, что спейсеры адаптивные. Я говорю, ну, понятно, адаптация, керпитальцем, иммунитет. Я также начал с того, что показал вам опыт Нобелевского, да и получили за это Нобелевского премию, Люрия Дребрюха, про изучение того, как возникают мутации у бактерий, у бактерий на модели кишечной палочки. Ну, прямо скажем, были не самые глупые люди, и никаких адаптивных следов адаптации, адаптивности при возникновении устойчивости к вирусу у кишечной палочки они не наблюдают. И, может быть, хорошо. Но это не означает, что у кишечной палочки нет кризисказ-системы. Она у них есть. И, более того, здесь показана некая схема, вы, конечно, ничего не видите, но вот это, это все название различных штаммов кишечной палочки, которые обитают в нас, вокруг нас, в лабораториях и так далее. А вот это их кризиск-кассеты. Цвет показывает просто набор из пейсеров. Все, что вы должны здесь увидеть, что есть большая вариабельность между спейсерами, кризиск-кассетами, кишечной палочками. Такая вариабельность, естественная, казалось бы, говорит про то, что это адаптивная система, потому что она занята тем, чем иммунная система должна делать. Набирать, вакцинироваться воспоминания из вирусов и защищать клетки. Но почему-то она не работает. Тем не менее, такое распределение и есть. Очень дострано. Достоинство работы в России заключается в том, что здесь можно найти вещи, которые в других странах не найдут. В частности, где-то у вас здесь в ЗИИ не обитает, это она, вернее, это Люба. Это мамонтенок Люба, который прекрасно сохранился. В частности, в отличие от большинства таких пареобразцов, у нее сохранилось все содержимое кишечника. Соответственно, с разрешения Алексея Тихонова мы присверлили ей здесь дырочку и взяли из ее кишечника образцы. Они стерильные. Там все уже давно умерло. И 42 тысячи лет. Но остатки ДНК бактерий, которые дают ее кишечник, это, в частности, кишечные палочки. Там остались. И мы решили сделать простой опыт. Мы просто решили определить спейсеры у кишечных палочек, ДНК кишечных палочек, которые жили у Любы. 42 тысячи лет – это очень много для кишечных палочек. Они делятся раз в 15 минут. Мы хотели посмотреть, будут ли эти спейсеры похожи на спейсеры современных кишечных палочек или нет. Ведь если система адаптивна, то должна быть некая субцессия, должно быть некое изменение набора спейсеров от того, что было, с тем, что стало. Собственно, показана вот эта идея. Если вы представите себе, что вот этот принцип кассеты, а вот здесь показаны различные спейсеры. Я забыл вам сказать, но новые спейсеры всегда вставляются в одно место. Вот сюда, в начало кассеты. Это новый конец, а это старый конец. Если раньше было так, то вставление новых спейсеров, потеря старых спейсеров, потеря старых воспоминаний, очевидно, что эта система не может расти бесконечно, приведет к тому, что у вас будет вот такой сдвиг распределения. Вот здесь показано схематично. И нами была разработана процедура, которая позволила вам рассмотреть на то, что есть у любви, и что есть у современных животных, и что есть вообще в базах данных. И результат оказался вот какой. Что мы не можем самыми чувствительными методами зафиксировать никакого оборота кристер-спейсеров у кишечных палочек. То есть те спейсеры, которые были, опять же спейсеры, мы думаем, это защита, это то, с чем вы используете для борьбы с вирусом. Я сам сказал вам с самого начала, что вирусов огромное количество, это страшные проблемы для бактерий. Они должны все время на эту тему что-то придумывать. И вот у них есть такая замечательная адаптивная система. Но в случае кишечной палочки, они очевидно поддерживают эту систему, она у них есть. Она почему-то пребывает в выключенном состоянии, и за последние 42 тысячи лет ничего нового она не приобрела. Но странно было бы думать, что за последние 42 тысячи лет не было ни одного случая природного заражения кишечной палочки вируса. Очевидно, они были. Но почему-то, несмотря на то, что кишечные палочки и многие другие бактерии обладают таким замечательным механизмом в борьбе с чужеродной ДНК, которую они подарили нам для того, чтобы мы могли излечиваться на генетические болезни, которые на стене накапливаются, они их не используют. Все, это вот те люди, которые, это вот наши коллабораторы, принимают тихи анжалот, Женя Хугин, это наша лаборатория. Здесь, кстати говоря, многие из этих людей, на самом деле, в этой тихе находятся, которые делали эту работу. Спасибо. Спасибо. Вопросы? У нас есть ли какие-то вопросы? Так, чем я вот там школьники первые? Вот что понимаете. Да, пожалуйста. Спасибо за очень интересную лекцию. Возьмите такой вопрос. В каких отношениях, если можно так сказать, находится вот Крис-предкаст-система и особенно система С2-С2 с РНК-интерференцией у Эуклеи, у растений и у животных? Прекрасный вопрос, спасибо. Действительно, есть система РНК-интерференции, которая есть у Эуклеи, суть, которая заключается в том, что потом уже принесет к сущности, она просто неадаптивна, что за счет нуклеина специфического комплементарного узнавания РНК-РНК и РНК-ДНК мишень, узнаваемая за счет комплементарности, уничтожается. Есть специальный набор белков, наверняка вы знаете, Органол, Дайсел и так далее, которые всем этим занимаются. Совершенно удивительным образом система интерференции Эуклеи и Эуклеи никак не связаны эволюционно-системами РНК-интерференции и Эуклеиот. Это не гомологичные белки. Они до некоторой степени формально аналогичные. Эуклеиотические системы интерференции не имеют адаптационного уровня совсем. Просто от слова совсем. А здесь он, как раз, самый гривен. Но, несмотря на то, что внешне это очень похоже, как крылья у ветучей мыши, у бабочки, или там еще кто-то молоток показывает того. Но гомологии нет. Они независимы, больно. Спасибо. Спасибо большое. Да, пожалуйста, Павел. Спасибо за интересный доклад. Насколько мне интересно, если я не ошибаюсь, у бактерий действовал процесс. То есть, не было бы на них такого процесса специально-индетических материалов. Нет ли у вас в лаборатории такого глопытного студента, которое бы провело бы, а могут и одни бактерии передавать эти классные устойчивости другим? Спасибо большое. Нет, в лаборатории. Это, кстати, одна из причин, почему я здесь. У нас их так много. У нас мы очень интересные университеты. У нас, по-моему, единственный университет на планете, который занимается биомедициной и не имеет лаборатории. Поэтому мы их, как эти самые лягушки, кто-то стрелял из лука. Мы все посылаем в разные места. Но бактерии есть половой процесс. Это факт. Они обмениваются ДНК. Более того, в значительной степени то, что мы можем воспринимать как половой процесс у бактерий, он осуществляется теми самыми вирусами, про которые я вам сейчас рассказывал. Крис-класс-система – это в сущности система, ограничивающая половой процесс. Потому что любая ДНК, обходящая снаружи, сможет восприняться как чужой родной. И должна быть в этом процессе. Но при этом сами Крис-класс-системы тоже распространяются за счет вот этого полового процесса, или, вернее, правильно сказать, горизонтального переноса. Дело в том, что я сказал вам, что филогиния, они полифилитичные. Но можно построить естественную филогинию Крис-класс-систем по интерферационному модулю или по адаптационному модулю, а затем наложить это на вот это великое древо жизни, построенное, например, по генам рибослобной РНК, которая показывает, что вся жизнь монофилитична. Вот у вас здесь илобактерии, здесь у вас есть различные артеи, здесь илобариоты, но илобариоты нам не важны, потому что там нет Крис-класс-систем. Так вот выясняется, что эти деревья абсолютно неконгруентны. И Крис-класс-системы, ближайшие их родственники одной системы, могут находиться в очень-очень далеком микроорганизме относительно того, где первая система работает. Они, безусловно, скачут. Правило, если что-то скачет, это означает, что оно или эгоистично, или оно аддиктивно. До некоторой степени защита от вирусов сама по себе является аддикцией. Но мне кажется, я не знаю, правильно я распинял этот вопрос, мне кажется, или сейчас начинают люди думать, что вот эти Крис-класс-системы вообще не про то. Они действительно могут от вирусов спасать, но это вовсе не означает, что в этом их смысл, они этим занимаются. Именно это бы объясняло результаты с кишечной палочкой. Они точно есть. Если бы они не были ни для чего нужны, бактерии очень экономны с точки зрения своего генетического материала. Они были бы давно потеряны. Они поддерживают, они поддерживают чудовищное количество спейсеров. В популяции кишечной палочки находится не менее, чем 5-6 тысяч известных, уникальных спейсеров. Последовательность и длиной 30 нуклеативов. Из этих нескольких тысяч спейсеров лишь 2 или 3 совпадают с известными участками известных вирусов кишечной палочки. А знаем их очень мало. Мы должны тогда предположить, что есть какое-то совсем чудовищное количество вирусов, в частности кишечной палочкой, при которых мы вообще ничего не знаем. Или же, что все это разнообразнее для того, для чего-то другого. Вопрос, для чего оно и откуда возникают все эти множественные последовательности, которые не имеют подобия нигде в генбанке. Они просто сломны с вами. Это, по-моему, очень интересно. То есть, у бактерий процесс происходит только с помощью вируса? у них есть процессы типа конъюглации, транспазоны и так далее. Они, безусловно, есть. Но конъюглацию физкласс-систему прекрасно ограничивает, если донор при конъюглации идет ДНК, у которой есть фрагмент узнаваемый список. Работает просто по числу. Спасибо. Гена Полгатовна, если у школы лёвочные. Спасибо большое вам за пересадочный теретический доклад. А у меня такой вопрос. Я не мог говорить «Ох, я бы сказал как дёвок». Как вы, как воликулярный биолог, относитесь к вакцинации? Вакцинации бактерий я отношусь очень хорошо, потому что вам меня кормят. Я не знаю, потому что я не доктор совсем. Точка зрения врачей известна. Как воликулярный биолог? Я вспоминал, что мы очень много занимаемся всякими математическими моделями. И эпидемиология тоже в математических моделях построена. В общем, какая разница, кто кого заражает. Вирус баттерии или вирус человека и прочее. Но если на инфляционных всяких штуках просчитывать, то очень понятно, это же и лесные тоже модели. Очень понятно, когда вы добили определенной плотности субстрата, в случае нас, это будет людей. какой уровень незащиты, недозащиты достаточно для того, чтобы процесс вышел из-за контроля. В этом смысле это очевидно. Я думаю, это ухаживать. Тут еще короткий вопрос. Геннадий Семенович Настин. Скажите, пожалуйста, верните слайд, где эти кассеты, древние и старые с песеной. Вот вы сказали, что новые с песеной вставляются сюда. Новые в начале, а старые в конце. Да, это похоже на запись на монотоконе или воспоминание. Это ближняя память, это дальняя. Так вот, если мы возьмем эту кассету с сыплением, записывается как-нибудь возраст. Вот мы взяли этот песен, можем мы что-то там увидеть, чтобы сказать, что это новый, а это старый. И какой именно порядок его возникнет? Спасибо. К сожалению, мы это сказать не можем, потому что, ну, по крайней мере, в случае кишечной палочки, без шплодовских песенов не похожи ни на что. Так как мы не можем это ни с чем сравнить. То есть у кишек, популяция кишечной палочки есть, у каждой кишечной палочки от 10 до 20 таких спейсов в геномике. Но кишечных палочек много разных. Выясняется, что в целом по популяции глобально у вас есть до 5-6 тысяч уникальных вот таких участков длиной 35. в целом в целом. Сравнить их не с чем до 99,9% таких последовательностей нет в гомологии, нет соответствия в базах данных. Поэтому сказать, что они, как они, мы не можем. Мы знаем, что в модельных экспериментах, лабораториях вставление всегда происходит сюда, и такая система не может неконтролируемо расти. Мы это тоже знаем. Старые участки, ну, по крайней мере, что-то в среде не теряется. В этом смысле то, что левее для вас, то наведнее, а то, что провели, то менее новое. Это так, ну, чисто вот руками, если бы звали. Другой взгляд на это показано здесь. Вот здесь это разные кассеты из разных штаммов кишечной палочки, и они все выровнены по старому концу. А вот это новый конец. Если посмотреть на это чуть внимательнее, это правда, здесь, скорее всего, это не видно. Вы можете сказать, что новый конец гораздо более вариабельный внутри популяции, чем старый. Что дает вам некоторое ощущение о гриме. Да, ну, потому что у них старые воспоминания всех существующих кишечных палочек, а также палочек, которые жили в кишечнике у любви. Есть общие воспоминания. Вы должны это интерпретировать как воспоминания. Если это вакцинация, если это были следствия выживания заражений и приобретения чего-то от люц, то на этой сценарии была общая история, а потом она разошлась. Я начал с того, что сказал, что у большинства организмов разные крис-касс-системы. Это правильно. Они разные, и повторы разные, и системы разные. Но у бактерий под названием кишечная палочка и сальмонелла, и фенолиум, это все эндерики, это кишечные. Крис-касс-системы похожи, в общем-то идентичные. Кишечная палочка и сальмонелла разошлись порядка 200-250 миллионов лет назад по молекулярным часам по оценкам. Так вот, несмотря на то, что повторы кишечной палочки сальмонеллы одинаковые, несмотря на то, что все касс-гены в общем-то очень-очень похожи и одинаковые, общих спейсеров между кишечной палочкой и сальмонеллой нет вообще. Ни одного. Хотя у сальмонеллы сейчас, соответственно, порядка 10 тысяч разных спейсеров, потому что клинических штамм. Это говорит тоже чуть-чуть что-то говорит о времени. Когда они когда-то разошлись давно и потом работали независимо. Спасибо. Я думаю, что дальше можно Константин Витальевич и терстать за время обеда. Спасибо большое. Аплодисменты.